Ну что, привет, ребята! С вами Soer, канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучше. И сегодня у нас выпуск будет необычный. Я давно уже хотел начать разговаривать про программирование всяких микроконтроллеров и начать, естественно, как и водится, с Ардуинки. Но, так как у меня взгляд на вещи всегда немножко с позиции исследований стоит, да, то есть я всегда считаю, что исследование интереснее, чем просто повторение уроков, то в основе нашего видео по вот этому направлению программирования микроконтроллеров и всяких железяк мы будем использовать осциллограф. Если вы не знаете, осциллограф — это такое устройство, которое является глазами любого инженера, когда речь заходит о сигналах. То есть все наши электронные штуки работают на сигналах высокого и низкого уровня. И чтобы увидеть форму этого сигнала, гребенку так называемую, нужно подключиться с осциллографом и посмотреть, что там выводится. Сегодня мы будем смотреть на вот этот датчик влажности температуры DHT11. У меня еще есть датчик DHT22. Он более точный, но начнем вот с этого датчика. Вообще, если зайдет, сделаю серию видео. Я считаю, это очень полезно для разработчиков покопаться именно с железом, понять, что на низком уровне все переходит именно в сигналы, формы сигналы, в логический ноль, в логическую единицу. И да, сразу скажу, я не электронщик, поэтому это скорее любительские исследовательские видео, которые, возможно, вам будут интересны, потому что мне, например, вот такая штука интересная и всегда захватывающая. Я на это все смотрю. Так вот, будем исследовать сегодня датчик DHT11. И раз это исследовательская работа, то мы посмотрим не то, как его запрограммировать, а форму сигнала, которую он выдает, как он подключается к Ардуинке. И именно заглянем с позиции того, что можно увидеть с помощью осциллографа. Но хватит слов, давайте переходить к делу. Нам понадобится, естественно, осциллограф. Я вывел сюда щуп осциллографа. У него есть земля и у него есть захват сигнала, щуп для захвата сигнала. Давайте мы сейчас подключим нашу Ардуинку и посмотрим просто на уровень сигнала на том цифровом пине, который мы будем для управления использовать. Заодно взглянем на представление осциллографа. У меня осциллограф USB-шный, поэтому все выводится на экран, и мы сможем хорошо это посмотреть. Значит, черный провод. Если вы вспомните распиновку внутри компьютера, то черный провод обычно это 0. И вот эти вот коннекторы, которые подключают питание к жестким дискам, они распинованы обычно черный, желтый и красный провода, где черный обозначает 0. Поэтому давайте черный будем использовать как 0. Значит, подключили черный провод к выводу Ардуинки, помеченным как земля. А белый провод, я не нашел желтый, ну в общем будет белый провод. Это провод данных, мы его подключим к выводу второму, да, DHP2. Окей, подключили, и теперь возьмем щуп, подключимся щупом. Так, у нас сразу ожил наше представление с осциллографом. Я его буду сейчас вам демонстрировать. Значит, смотрите, ну давайте начнем с того, что подключим Ардуинку. Подключим Ардуинку, там у меня уже зашита программка, поэтому давайте ее сейчас сбросим. Сейчас у нас там помигают огонечки, да, видите, все, мы загрузили вот нашу простую пустую программу, которая просто через сериальный порт, мы сейчас будем к ней подключаться, установила скорость подключения к сериальному порту. Окей, теперь мы можем запустить наш осциллограф и посмотреть, что у нас выдается 0 на цифровом порту. И следующее, что мы хотим сделать, проверить то, что работает ли наш осциллограф. У нас есть уже номер пина, к которому мы будем подключаться. Давайте мы сейчас запрограммируем высокий уровень сигнала на этом порту. Вообще, вся электроника строится на том, что мы подаем логическую единицу или логический ноль, и потом различным образом интерпретируем вывод таких же нулей и единиц, и наше исследование, собственно говоря, это сейчас все и продемонстрирует. Окей, давайте укажем, что у нас pin mode. На нашем DH pin является значение output. И теперь мы можем туда записать логическую единицу. Для этого нам нужно написать digitalWrite. Тот, кто с ардуинкой хоть чуть-чуть знаком, знает, что очень-очень все просто DH pin и, скажем, высокий уровень сигнала. Туда запишем и попробуем записать этот скетч. Посмотрим, что произошло на осциллографе. Видите, у нас сразу осциллограф сдвинулся и теперь показывает какое-то значение. Значит, для того, чтобы нам ловить сигналы, нам нужна будет так называемая функция триггера. И для функции триггера здесь предусмотрен вот этот уровень. То есть он показывает, вот этот уровень показывает, на каком уровне считать триггер, точку триггера искать. Если мы сейчас посмотрим, то уровень сигнала наш 4,29 вольта. Это потому, что мы питаемся от USB-шки, там стоит защитный диод, на нем падает напряжение. Это расскажет вам в курсе электроники на любом вузовском курсе. И, в общем-то, это максимум, минимум 0. Поэтому триггер будет, пускай, срабатывать ровно по центру. Здесь еще можно заметить, что есть шумы у нас у сигнала. Вот он шумит. И в зависимости от выбранной шкалы, мы можем вертикально уточнять, какое у нас напряжение. Сейчас у нас напряжение 1 к 1 и шкала 1 вольт. Вот масштаб, вертикальный масштаб нашей шкалы мы можем задавать в осциллографе. И, по сути, осциллограф — это достаточно простая штука, которая просто рисует графики. И анализ этих графиков — это задача любого инженера. Понять, что с ним, с нашим устройством происходит. Вот мы сейчас подали единицу и видим, что здесь подалась единица. Окей, это не очень интересно. Давайте теперь прямо в нашем цикле сделаем следующее. Будем сразу за единицей подавать 0. Низкий уровень сигнала. Запишем его в наше устройство. И видите, что возникло? У нас возникла сразу гребенка. Давайте попробуем использовать функцию авто для того, чтобы она автоматически откалибровалась. И так как у нас гребенка с определенной частотой, мы это можем увидеть, например, давайте автоматически всякие функции добавим, вот частоту. Смотрите, как интересно получается. У нас сейчас вот здесь вот наша программа для осциллографа автоматически посчитала частоту этой гребенки. Давайте нажму на стоп, чтобы прекратить сбор данных. То есть вот получается, что у нас идет единица, мы записали это с помощью команды DigitalWrite, затем записали 0, и это происходит не мгновенно. Несмотря на то, что у нас тактовая частота Ардуинки 16 МГц, у нас оказывается частота всего 140 кГц. То есть мы непрерывно пишем 1, 0, 1, 0 в нашем цикле, а это происходит не мгновенно. То есть вот у нас минимальное время, которое нужно затратить на переключение, это там порядка 5 нс, наверное. Вот. И, соответственно, быстрее, чем за 5 нс, мы переключить этот сигнал не можем, потому что у нас ничего нет. У нас просто идет включение 0, 1, и мы выдаем всего лишь около 140 кГц гребенку. Окей. Мы таким образом просто проверили, что наш цифровой порт работает. То есть мы можем на этой гребенке увидеть, что 0 и 1 выдаются. На то, чтобы выдать 0 или 1, тратится какое-то время, поэтому у нас не возникает такой, вы знаете, линии вверх-вниз, вверх-вниз. У нас все равно есть вот эта полочка, которая говорит о том, что переключение занимает какое-то время. Окей. Мы теперь можем переходить к следующему шагу нашего исследования. Это поговорить про сам датчик. У него есть три выхода. Один из них является землей. Я его по привычке сделал черным. Второй является 5 вольт. Я его сделал синеньким. И третий – это данные. Сейчас мы узнаем, как с этого датчика нужно считывать данные, как он их возвращает. Это очень интересно. И мы даже сможем, зная, как устроен выход этого датчика, естественно, нужно читать документацию, но я вам расскажу. Соответственно, зная, как устроен выход этого датчика, мы сможем прочитать вот то значение, которое он сейчас выдаст. Окей. Давайте подключим устройство. Это я вот считаю, что хоть я и дилетант, на подключенном устройстве ничего не надо подключать. Значит, 5 вольт у нас находится вот здесь, если я не ошибаюсь. Нет, промахнулся. Вот здесь находится 5 вольт. И, соответственно, сюда мы подключаем данные. Так, давайте посмотрим вообще, что будет, если мы просто сейчас с подключенным датчиком на осциллографе посмотрим, что там будет. Так, для этого нужно подключить теперь наше устройство. Если пойдет синий дым, не пугайтесь, у меня есть еще другие Arduino, если я что-то подключил не так, хотя в данном случае все должно быть окей. Окей. Заливаем скетч, смотрим, какой уровень сигнала у нас сейчас будет показывать наш осциллограф просто с подключенным датчиком. Так, ну он у нас выдает нолик. Нолик выдает. Соответственно, давайте для того, чтобы активировать этот датчик, нам нужно подать единицу, потом подать нолик. И вот этот нолик, он должен быть ровно 20 миллисекунд для того, чтобы датчик активировался. Затем мы снова должны подать единицу и дать датчику передать нам данные. Да, то есть мы это сейчас и делаем. То есть мы подали высокий уровень. Ну давайте подождем секунду. Потом подадим низкий уровень. Подождем 20 секунд. Посмотрим, что выдаст датчик. И запишем, соответственно, высокий... Точнее вот здесь. Подождем 20 миллисекунд. Запишем высокий уровень. И вот здесь, вот здесь будет у нас то, что выдаст нам датчик. В общем, надеюсь, что это все сработает. И я правильно прочитал документацию. Значит, проверяем, что у нас все правильно работает. Так, нету наших импульсов почему-то. То есть первое, что мы видим, и нам помогает в этом оциллограф, у нас нету импульсов. Вот этих коротких 20 миллисекундных импульсов. Давайте сделаем их побольше, чтобы понять вообще. То есть у нас идет высокий уровень. Мы ждем секунду. Идет низкий уровень. Ждем 200 миллисекунд. Дальше идет снова высокий уровень. И мы ждем 3000 миллисекунд. Так, да, вот у нас ступенька эта скачет. Вот она. Ага. Так, вот этот... Вот этот момент нам не нужен. Мы понимаем, что у нас есть вот такая штука. То есть мы подаем низкий уровень сигнала. Делим, ждем 200 миллисекунд. Подаем высокий. Ждем 3 секунды. И каждые 3 секунды... Да, вот. Все, теперь заработало. Каждые 3 секунды приходит наша полочка. Давайте посмотрим на 20 миллисекунд. Так, вот смотрите, что-то у нас происходит. Но у нас... Давайте остановим. Хоп. Смотрите. Вот. Вот интересная штука. Вот, значит, пришел наш низкий сигнал 200 миллисекунд. А дальше пришел ответ датчика. Значит, так как мы его снимали на большом масштабе. Видите, он мало точек для отображения данных датчика. И вот они такие немножко заваленные фронты у них. И, видите, они сдвинуты. То есть самое интересное, что они сдвинуты на сколько-то вольт. Ну, на 3 вольта, да. Подпирает их наш выход. Потому что он находится в режиме записи. То есть мы сюда также пишем, можем писать сигнал. Поэтому для того, чтобы эта гребенка вытянулась по вертикали, нам нужно перейти в режим чтения. Соответственно, режим чтения у нас называется input. Давайте теперь это и отразим. То есть после того, как мы выдали гребенку, мы переходим в режим ввода данных. Input. Окей. Записываем. И теперь что должно произойти? У нас должна сформироваться наша полочка. И после того, как мы ее сформировали... Да, вот сейчас хлоп, поймаем ее. Вот. Вот поймали. Поймали. Видите, как неудобно нам ее ловить. Нам приходится все вручком искать. Видите, после того, как мы перевели наш выход второй в режим чтения, мы теперь видим полностью всю гребенку. Окей. И вот теперь нам станет понятно, для чего нам нужен триггер. Если мы сейчас включим триггер, скажем, что нам нужно на channel 0 ловить... Channel 0 это, соответственно, вот этот первый желтый у меня. Асциллограф с двумя щупами, поэтому два канала. Нам нужно ловить Ryzen. Это восходящий фронт. Давайте попробуем теперь... Вот как раз указать, что переход... Что считать восходящим фронтом? Мы будем считать, что переход через 1,9 вольта это и есть восходящий фронт. Все, что выше. Вот идет сейчас, видите, у нас триггер. Вот. Все. Смотрите, как интересно. Вот здесь он ищет наши данные, waiting trigger, потом находит и выводит нашу гребенку. Причем она выводится ровно на наш экран. Если мы сейчас с масштабом поиграемся немножко, ну давайте сделаем побольше. Вот, видите, все. Мы сделали масштаб. Вот здесь мы уменьшили масштаб вертикальный. И все, у нас гребенка стала повыше. Отлично. Так, ну и мы сейчас работали в цикле. Есть такая штука, как единичный, сингл, да, режим. И вот он просто один раз ловит эту гребенку. Все, он ее поймал и вывел там, где мы указали наш триггер. Да, вот триггер можно двигать. Давайте еще один раз сингл поймаем. Вот он ждет нашего сигнала. Дождался, поймал, сработал триггер. Правда, выводит его по центру. Это, наверное, где-то вот здесь можно указывать. Нет, триггер позицион 10%. Странно, что он выводит ее по центру. Ну ладно. Все. То есть мы теперь видим интересную штуку. Что происходит? Мы даем сигнал нуля на 200 миллисекунд. Потом датчик нам отвечает. Как отвечает датчик? Вот первая часть ответа нашего датчика, она стандартная. Он дает вот такой пик, единицу. Я не знаю, сколько она длина. Ну, надо по документации посмотреть. А потом дает, соответственно, две... Вот такую гребенку, да? Давайте мы сейчас попробуем посмотреть. Так. Так. Да. Потом он дает две волны. Они по около, наверное, 80 микросекунд. Да, то есть первая 0,80 микросекунд, потом единица 80 микросекунд. Это говорит о том, что далее после вот этой части, после вот этой части пойдут у нас данные. Да, то есть мы теперь можем, зная эту особенность и найдя этот датчик на схеме, проверять его работоспособность. То есть мы посмотрели, что он отвечает. И вот он пошел отвечать. Что он отвечает? Он отвечает, смотрите, есть короткие импульсы, есть длинные импульсы. Значит, короткий импульс — это логический 0. Длинный импульс — это логическая единица. Так, 0. Ой, извиняюсь, не 0, а единица. Это вот это 0. Так, все я перепутал. Давайте еще раз. 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 1. Отсчитываем 8 штук. Да, вот как раз у нас 1 байт. Это идет первое. Это влажность, целая часть влажности. Если мы посчитаем, это единица, это двойка, значит, это 3 плюс 4, 8, 16, 32. 35% влажности. Если мы двоичный режим перейдем, из двоичного в десятичный, мы получим, что сейчас 35% влажности у меня в комнате. Дальше идет у DHT 11, идет 11, ой, извините, не 11, а 8 байт десятичной части. То есть мы сейчас давайте так вот посчитаем. Закончились у нас единицы. И дальше у нас пошли нули. Нули, да, сейчас 8 нулей пропустим, да, чтобы нам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это целая часть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вот здесь нам нужно добавить Y-курсор. Да, дальше мы давайте посчитаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это пошла уже температура. Давайте вот так вот опять проверяем, что у нас здесь. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Так, их должно быть 8. 29, да, градусов Цельсия у меня сейчас в комнате. Очень жарко, на улице еще больше, там, 35. Все действительно соответствует действительности. Дальше, если мы посмотрим дальше, то вот идет еще 8 бит. Это десятичная часть температуры. Вот они идут 4. И вот здесь они где-то заканчиваются. Заканчиваются. И дальше идет еще 8 бит. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все мы правильно посчитали. Это контрольная сумма. То есть, если мы просуммируем 4 первых байта, извините, это все не бит, это байты, вот, то мы должны получить вот эту контрольную сумму. Таким образом, мы уже знаем, что датчик, во-первых, работает. Во-вторых, он выдает нужные данные. Мы знаем, как они выглядят. Мы можем теперь этот датчик отлаживать на схемах. И, соответственно, следующая часть заключается в том, чтобы написать программку, которая дешифрует эти данные в какой-то понятный вид. Я не буду сейчас тратить время на то, как писать эту программку. Тем более, что есть готовые библиотеки. Нам в данном случае интересно написать все своими руками. Давайте я возьму уже готовую программу. Мы ее просто быстро пробежим по диагонали, потому что все очень просто. Я не особо хорошо разбираюсь, как правильно сейчас писать по Дордуингу программу. Вы заодно покритикуете, напишите в комментариях, как лучше. Давайте возьмем каждые 3 секунды, будем выдавать результат. Датчик влажности нам выдал. Смотрите, мы все посчитали абсолютно правильно. 35% у нас было процентов влажности, здесь 36%. Температура была 29%, но десятичную часть мы не считали. Все. Смотрите, что мы делаем в программе. Мы сначала переходим в режим output и запускаем тест. С чего состоит тест? Сначала тест, как у нас и положено, пишет 20-миллисекундный низкий сигнал. Но в документации, кстати, было 30 миллисекунд. Точнее, в примере, который я нашел в интернете, было 30 миллисекунд для DHT11. На самом деле 20 миллисекунд. С 30 миллисекундами ничего работать не будет. Дальше мы пишем высокий пин и переходим в режим чтения. Дальше нам нужно пропустить, помните, пик и два импульса. Низкий и высокий. Соответственно, мы ждем 40 микросекунд. Микросекунда. Для того, чтобы попасть в середину низкого. Первого низкого уровня. Помните? Давайте я сейчас покажу. Так, смотрите. Давайте вернемся и будем параллельно смотреть и программу, и наш вывод. Что у нас получается? Значит, мы должны сначала первый замер мы делаем вот здесь. То есть мы ждем 40 микросекунд. И, соответственно, проверяем вот здесь. Высокий уровень или нет. И проверяем, высокий у нас уровень или нет. Если у нас высокий уровень, а ожидаем низкий, мы выдаем о том, что ошибка. Мы ждем низкий уровень, а получили высокий. Окей, получили низкий уровень. Ждем еще 80 микросекунд для того, чтобы попасть вот сюда. Теперь мы стоим вот здесь. Здесь мы ожидаем высокий уровень. И это мы теперь проверяем в программе. Если мы получаем низкий уровень вместо ожидаемого высокого, то мы возвращаем ошибку. Окей, мы прошли проверку, и теперь можем считывать наши биты с данными. Но для того, чтобы их считывать, нам нужно дождаться момента, когда они пойдут. То есть мы ждем теперь, пока не будет высокого уровня. Все, вот мы дождались этого высокого уровня. И теперь мы переходим к чтению бит. Значит, чтение битов у нас делается 4 штуки, потому что нам бит четности не нужен, мы его не проверяем здесь. Соответственно, реализовано в отдельной функции readData. ReadData работает очень-очень просто. Пока Digital Pin High, мы дожидаемся просто окончания вот этого пика с единицей. Мы его дождались. И вот теперь, что мы ждем? Мы пропускаем всю низкую часть сигнала, вот эту вот, и попадаем в единицу. Попадаем в единицу, ждем 25 микросекунд. Для чего? Потому что если 25 микросекунд, это примерно середина вот этого длинного пика. Если мы через 25 микросекунд оказываемся с низким сигналом, тогда мы поймали 0. Если мы оказываемся с высоким сигналом, тогда мы поймали единицу. Собственно говоря, это мы и проверяем. То есть вот у нас идет. Если высокий сигнал, тогда мы по нужному биту, с помощью вот этой переменной i мы его определяем, записываем единицу. Вот такая для этого запись. Битовые сдвиги мы рассматривать не будем, но в данном случае используется битовый сдвиг, который единицу сдвигает на количество бит, которые мы уже просмотрели. И дальше мы ждем, когда высокий фронт закончится. То есть если мы попали в 0, то мы сюда не попадаем. У нас 0 пропускается. Ждем опять единицы. Опять пропускаем. И вот два нуля мы, соответственно, в нашем выводе никак не исправили. А здесь мы попали в единицу, потому что здесь high. И тогда мы по нашему алгоритму на третий, точнее не на третий, а 7 минус 3, на там, какой получается, пятый бит вписываем единицу. То есть и дальше идем по нашей гребенке. Соответственно, какой 7 бит мы отсчитали, мы, соответственно, переходим на следующий байт и таким образом все 4 байта разбираем. Соответственно, после того, как мы все 4 байта разобрали, вот здесь мы их передаем, опять переходим в режим вывода, пишем единицу и уходим вот сюда. То есть у нас вот здесь в данных, данные глобальные, в нулевой позиции лежит, соответственно, старшая часть влажности, в единице лежит младшая часть влажности. А вторая и третья позиции это целая, вторая это целая часть градусов, а четвертая позиция это десятичная часть градусов. Вот мы их выводим на экран. Вот здесь в DAT4 у нас лежит контрольная сумма, мы ее считаем, проверяем и выводим ошибку, если она не совпадает. Выводим ОК, ждем 3 секунды и, соответственно, снова выводим на экран влажности и температуру. Естественно, в этом цикле мы можем добавить теперь еще какую-то логику. У нас есть значение температуры, влажности, теперь мы можем ее проанализировать и сделать что-то еще. Надеюсь, вам было интересно вместе со мной исследовать датчик DHT11. У меня есть еще много других ардуиновских датчиков. Я буду снимать видео и про другие, будем с помощью осциллографа смотреть, как они работают, понимать, как это все выглядит изнутри. И вот такой исследовательский способ, когда вы сами все лезете и смотрите, я вам предлагаю взять за основу, потому что в свое время программирования я изучал с помощью отладчика, а вот электронику и артуинку мне проще изучать с помощью осциллографа. На этом все, спасибо, что слушали, с вами был Сойер, до свидания.